Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. Это человек, подверженный действию злого духа, мучившая его в новолуние, с коварством, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем в созданию Божию, и тем превозносили лу на Творца Луны. Так толкует это святой Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы они не возненавидели их и не отвергли от них пагубных дел. Человек священный, благочестивый, сейчас узнает пагубные кости злого духа и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же легко уловляются в сети его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, по смеянию и злобе злых духов, разумеем всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной и безумной плотской любви, или вернее, плотской страсти, всех, утративших драгоценное сокровище человеческое, веру, которые не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога, в Его вечную правду и в Его грозное, неподкупное правосудие, не верят в бытие злых духов. Эти несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражиих, нередко, подобно упомянутому в Евангелии бесноватому, прибегают также к огню, то к воде, то есть к огненному оружию, чтобы застрелиться или утоплению, или к удавлению. Точно злое поведение ныне это насильственная, ужасная смерть. Постоянно люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Какие же тому страшные причины, что побуждают этих несчастных в насильственной смерти? Это неверие и развратная жизнь, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, свидетельствует Иоанн Кронштадтский, подверженных унынию, вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон, удавись, утопись, застрелись, приубей того-то. Столько душ человеческих, христианских, сгубил ты, окаянный супостат. В злосчастных двадцатый век насильственной смертью через всепагубную прелесть. Какое же средство против этих врагов, прелестников, мучителей и губителей? Верого Христа, поправшего крестом силу дьявола, пост и молитва. Они очищают, просвещают и укрепляют душу. Они оружие против дьявола. Род бесовский исходит только молитву и постом, говорит Господь. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды в посту в среду и в пятницу, между прочим, воспоминания о страдании и смерти нашего Спасителя. И в году установила четыре многодневные поста, а великий пост соединяется с особенными, умилительными, покаянными молитвами. Пост и молитва укрепляют в нас веру, надежду и любовь, и соединяют с Богом. Аминь.